Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Помните, я отправляла образец своей слюны в лабораторию на проверку? Кто не помнит, скажу, что это фирма такая 23andMe, она называется. Покупается коробочка, в которой находится пробирка специальная. Наполняется она слюной и отправляется в Калифорнию, в Mountain View, где она находится. Там они проводят генетические анализы этой слюны и результаты выставляют на сайте, на котором надо было предварительно зарегистрироваться. И потом можно посмотреть предрасположенность к генетическому каким-то заболеваниям. Это самое интересное. Причем вот эта функция, насколько я знаю, уже не работает. Им запретили это делать. И только те клиенты, которые успели купить тест до какого-то там ноября, до 20, по-моему, 3-го. Мы купили 10-го ноября. То есть я вот эти результаты по здоровью получила к счастью. Ну, или к несчастью. Вот. Дальше. Поиск далеких предков клиента на основе сравнения генетических данных, сравнения данных нескольких клиентов и на основе этого определения родства и так далее. В общем, все это оказалось довольно-таки интересно. И я хочу познакомить вас с результатами этого теста. Итак, самое интересное, пожалуй, это как раз здоровье. С него я и начну. Мои результаты. Риски здоровья. Самый большой риск у меня это 15,1% в сравнении со среднестатистическим. 7% это age-related macular degeneration. Это, если по-простому сказать, возрастная дегенерация желтого пятна, то есть отслоение сетчатки глаза. Чтобы вы тоже видели перевод, я вот так решила показывать их в гугл-переводчике. Вот. Потеря зрения в западном мире среди людей старше 60 лет. Заболевание поражает центральную часть сетчатки, которая имеет решающее значение для таких видов деятельности, как чтение, вождение автомобиля и даже распознавание лица. Может развиваться медленно, и люди не могут долго понять, что они страдают этой болезнью, а может развиваться очень быстро. Также я еще читала, что это передается, эта болезнь передается по наследству. И действительно, у моей мамочки вот несколько лет назад случилось такое же заболевание, отслоение сетчатки глаза. Она сейчас готовит и может смотреть телевизор, видео мои, вот она смотрит, но уже не может делать такую мелкую работу, как, например, читать, вязать, шить и что-то вот такое делать. То есть это, конечно, очень серьезное заболевание, и у меня очень-очень большой риск этого заболевания. Следующая болезнь Альцмейера. Я даже не могу выговорить этого. Тоже 12,5% при среднестатистическом 7,1%. Болезнь Альцгеймера. Вот так. Это снижение мышления и рассуждения. В общем, слабоумие, скажем так. На более частой причиной слабоумие людей старше 65 лет является эта болезнь. В настоящее время затрагивает более 5 миллионов человек в Соединенных Штатах. По мере старения населения, все больше и больше людей ожидает эта болезнь. По некоторым оценкам, 14 миллионов американцев будут иметь заболевание к 2050 году. Лекарства нет. В общем, ужас, что если представить, что меня ожидает, это какой-то кошмар. Следующее, это ревматический артрит. Ну, про него я уже не буду читать. А вот следующее, интересное, это болезнь Паркинсона. Тоже у меня риск выше среднестатистического. И болезнь Паркинсона, для тех, кто не знает, вот. Это расстройство двигательной системы мозга, вызванное потерей производящих дофамин клеток головного мозга. Примерно полтора миллиона американцев имеют заболевание. Около 50 тысяч новых пациентов диагностируются каждый год. Особенно мне понравились основные симптомы. Дрожание в руках, ногах, челюсти и лица. Жесткость конечности и туловище, замедление движения, нарушение равновесия и координации. У меня, кстати, это болезнь Паркинсона уже, похоже, начала проявляться. Я на Гавайях, вот, года полтора, наверное, назад, или год назад, я очень сильно упала. Не помню как, не знаю как. Я встала с дивана, была совершенно в нормальном состоянии, не уставшая, ничего. Времени было 6 часов вечера, примерно я сидела за компьютером. Я подскочила, и следующий момент, я помню, что я уже лежу на полу. Как это произошло, как это случилось, я до сих пор не могу объяснить. Единственное, более-менее благоразумное объяснение, это то, что я потеряла сознание. В результате у меня произошел раскол лицевой кости, я ходила в госпиталь. Сам факт, что вот, вот уже, пожалуйста, это замедление движения, нарушение равновесия и координации. Вот эта болезнь Паркинсона, у меня 2,3% мой риск, по сравнению выше среднестатистического, который 1,6%. Еще язвенный колит, 0,81%. Дальше рак пищевода, 0,0%, но тут уже немножко меньше риск. И последний, это рак желудка, 0,08%. Вот здесь красным выделены те болезни, которые выше среднего. И самое большое у меня, конечно, это вот разрушение сетчатки, отслоение сетчатки глаза и болезнь Аутсхеймера. Я так и не научусь произносить это слово. В общем, результат неутешительный. Ужас, ужас, ужас. Так что, закончим эту печальную часть и перейдем к более интересной. Более интересной части, это вот мой тип. Европейский, на 93,8% европейский. Здесь и Восточная Европа, и Северная. Вот, в частности, Финляндия, 4,8% предков и Южная. И только 1,6% азиатской и Native American, это коренных американцев крови у меня. 0,1% Южной Азии. И 4,5% нераспознанной. Вот так вот. Дальше, что, что, что еще интересно. Интересно, что вот, 2,7% в моем ДНК от неандертальцев. Но это среднестатистическое. То есть, у всех, у среднего европейского человека 2,7% во всех у нас чего-то осталось от наших далеких предков. Дальше, не менее интересная часть, это родственники. Смотрим. Троюродные, четвероюродные братья и сестры. Евгений Тимофеев. Вот это вот интересно. 1980 года. Соединенные Штаты, Россия. Самое интересное, Чебоксары, Россия. Это очень показательно, потому что папа у меня Чуваш, он родился в Чувашской области, как раз недалеко от Чебоксар. Также, вот этот мой троюродный, четвероюродный брат проживал в Мурманск, Саранск, или семья, может быть, его проживала. Восточная Европа. Фамилии какие? Тимофеев, Тимофеев, Михайлов, Михайлова. Вот это тоже интересно, потому что у меня сестренка Ниночка в Питере. У нее фамилия Михайлова. Ну, правда, у нее фамилия по мужу ее. Так что к нашей родне это отношение не имеет. Но, тем не менее, все равно вот так вот смешно, что Михайловы тоже здесь присутствуют. Следующий Юрий Петров, тоже мой троюродный или четвероюродный брат. Соединенные Штаты, Россия, Санкт-Петербург. Это Санкт-Петербург не российский, а флоридский. Вот Уфа. Так, дальше Ивали. И я так думаю, что это вот тот же самый или Евгений Тимофеев, или что-то очень просто. Чебоксары, опять же, похожие данные. И вот еще Мия Суининен из Финляндии, вот как раз. И у меня, вы помните, там было 4 с чем-то процента родственников финских, как раз. И Петр Михайлов. Тоже, опять же, вот эта фамилия Михайлов прямо преследует. Тоже какой-то троюродный, четвероюродный мой брат, с 54-го года рождения, живет в России. Более подробной информации нет. Ну, естественно, здесь только информация о тех людях, которые дали свои данные в базу, которая находится. База довольно-таки обширная, но все равно недостаточная, потому что более она распространена здесь, в Америке, а в России мало кто проводит такие тесты. А все родственники, конечно, в России, на Украине у меня в основном. Вот, ну вот что, что, что еще, что еще интересного показать? А, вот здесь вот еще можно посмотреть по карте, вот, по карте, где мои родственники проживают. Очень много в Америке, ну, что и понятно, потому что тест дают в основном американцы. И, конечно, больше всего это здесь четвероюродные, шестероюродные какие-то братья. Вот в Чикаго 9 человек, Москва, Германия, Англия и так далее. Вот посмотрим, например, Москву, 8 человек. Салават Тимирясов, Людмила Малахович. Это все вот у меня пятиюродные братья идут. Крилл Галкин, Анна Веснина, Алексей Зингиров, Татьяна Каминова, Николай Шикин и Алексей Тюрин. Вот, а чикагские родственники мои, они все с американскими фамилиями тоже, они пятиюродные братья. Некоторые просто, вот, мэйл-мужчина, даже без имени. Очень маленький, конечно, процент, но сам факт, что вот и мужчины, и женщины, и 9 родственников Чикаго. И вот даже я сейчас вам покажу, где это у меня Флорида. Вот, два человека в Санкт-Петербурге, Флорида. Это пятиюродный кузен мой, 0,12% совпадения. И вот этот Юрий Петров, этот троюродный кузен, троюродный брат. Вот, вот это вот интересно, два моих брата, прямо даже у меня какой-то азарт появился их найти. Вот, еще можно сравнить по фамилии. Еще, кстати, вот я хотела сказать, что у кого-то из этих, у Юрия Петрова или у кого была указана фамилия Иванов, а у меня девичья фамилия Иванова и родители мои Ивановы. Так что, так что вот тоже очень много совпадений. Вот, ну вот и все, я уже очень-очень много вам здесь наговорила, потому что говорить можно еще дольше. Сравнивать можно, вот, например, даже здоровье. Я вам показала только основные риски. А на самом деле, вот сейчас быстренько пробегусь. На самом деле, вот они мои основные риски. Можно еще наследственные смотреть, какие-то заболевания. И читать про них, какой риск. Вот предрасположенность, восприимчивость к медикаментам. Вот, например, да, реакция на лекарственные средства, скажем так. Вот у меня, например, какой-то быстрый обмен веществ на какое-то вот лекарство. То есть, если мне его пропишут, то нужно пить мне его в больших дозах. Это амепрозол, лансопрозол, рабепрозол, эсамепрозол и так далее. Не буду, не буду вас этим всем грузить. И вот на еще какой-то препарат, на варфарин. У меня тоже повышенная чувствительность. И мне, наоборот, его нужно принимать меньше и так далее. В общем, все вот это вот можно здесь изучать довольно-таки долго. Вот. Ну, основное я вам сказала. Делаем выводы, что я на несколько процентов неандерталец, древний человек. С кучей болячек. И свою жизнь я закончу слепой, трясущейся старухой без памяти. Ну и все. На этом я с вами прощаюсь. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok